МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порошенко поблагодарил Ли Сиен Луна за его личную поддержку территориальной целостности и нерушимости границ Украины, о чем руководство Сингапура впервые заявило в начале российского вторжения в Крым. Собеседники также обсудили дальнейшую активизацию сотрудничества между странами на международной арене, прежде всего в рамках ООН и его институтов. Эффективная борьба с коррупцией улучшит инвестиционный климат. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с исполняющим обязанности директора Бюро коррупционных расследований Сингапура Джейсон Лоу. Глава нашего государства ознакомился с работой, организацией, структурой и функциями бюро с начала его создания. Петр Порошенко сообщил, что чем эффективнее мы будем бороться с коррупцией, тем лучше инвестиционный климат сможем создать, в том числе для сингапурского бизнеса, и больше инвестиций сможем получить. Собеседники также договорились об обучении сотрудников антикоррупционного бюро Украины. Отмечу, такой орган в Сингапуре создан в 52-м году. Численность персонала составляет всего 110 человек. Народные депутаты проголосовали за календарный план первой парламентской сессии 8-го созыва. В Верховной Раде сейчас работает наш корреспондент Оксана Прыжко. У нее узнаем все подробности. Оксана, тебе слово. Здравствуй, Вика. В 11.15 спикер парламента Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание. Оно было стремительным и неожиданным. Началось с дебютного в этом созыве блокирования трибуны. В общем-то, открыл счет по блокированию трибуны депутат Олег Ляшко вместе с партийцами, главным требованием которых было внести в повестку дня проект постановлений об исключении с руководящих постов парламента. Это имеется в виду исключительность должностей руководителей и замов парламентских комитетов, депутатов экс-регионалов, голосовавших за диктаторские законы 16 января. При поддержке коалиции, в общем-то, этот проект постановления было внесено в повестку дня заседаний на эту неделю. То есть, голосовать за него депутаты будут уже в четверг. Как объяснил руководитель фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко, произойдет это по регламенту, поскольку до того, как проекты постановления и проекты законов не пройдут обсуждения у парламентских комитетов, согласно регламенту они не могут выноситься на голосование в сессионный зал. Именно по этой причине также включены в повестку дня заседания парламента, которое состоится в четверг, еще два документа. Это проект постановления об обращении депутатов Верховной Рады Украины к Госдуме и президенту Российской Федерации с просьбой освободить украинскую летчицу и депутата 8-го созыва Надежду Савченко, а также других украинских узников, которые пребывают сейчас в заточении в плену Российской Федерации. Помимо того, в четверг депутаты рассмотрят законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, который позволит претендовать нашему государству на членство в НАТО. Ну и помимо всего прочего, также в четверг парламентарии, скорее всего, рассмотрят и утвердят, заслушают премьера с докладом действий правительства. Вот такие новости. Спасибо, Оксана. Напомню, на связи со студией был наш парламентский корреспондент Оксана Прыжко. С сегодняшнего дня Украина начала получать газ из России. Об этом сообщил пресс-секретарь Укртрансгаза Максим Белявский. Ежесуточно для нужд украинских потребителей из России будут импортироваться до 43,5 миллионов кубометров природного газа. Топливо будет поступать через газоизмерительные станции Мозырь и Суджа. Ранее поставки планировали возобновить с 11 декабря, однако «Нафтогаз» переоформил свою заявку. Напомню, 5 декабря «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» аванс в 378 миллионов долларов за поставки 1 миллиарда кубометров газа в декабре этого года. В зоне АТО с момента введения режима прекращения огня зафиксирован один случай минометного обстрела. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления прессой и информации Минобороны Украины Валентин Буряченко. По его словам, стреляли в 9.15 в Луганской области. Сейчас выясняется, кто это сделал. Тем временем в СНБО сообщили, что украинские военные неукоснительно соблюдают объявленный режим тишины. Напомню, сегодня утром в пресс-центр АТО сообщило о введении режима прекращения огня на всех позициях сил антитеррористической операции на востоке Украины. Двое мирных жителей погибло за сутки в результате артобстрелов на Донбассе. Еще 10 были ранены. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, за 24 часа боевики совершили 64 атаки позиций украинских войск. А также обстреляли населенные пункты на Луганском, Донецком, Дебальцевском направлениях. Согласно информации, в зону поражения попали Станица Луганская, Трехизбинка, Новомихайловка, Верхняя Ольховая, Счастье, Крымская, Опытная, Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Пески, Тоненькая, Новобахмутовка, Новомихайловка, Красная, Тарамчук, Артемово, Майорск, Чернухино, Шумы, Дебальцево, Ольховатка, Углегорск, Никишино, Новоорловка, Редкодуб. Также неоднократно боевики пытались штурмовать и Донецкий аэропорт. Все их атаки отбиты. Стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск. Ночь в Донецке прошла крайне напряженно. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета. Под интенсивным обстрелом оказались Куйбышевские и Петровские районы. Повреждено 16 домов. Зафиксированы многочисленные осколочные повреждения распределительных газопроводов. Частично остается обесточенным Трудовское и частный сектор поселка Октябрьский. Напомню, в Донецке за выходные погибло 10 мирных жителей, 13 ранены. Новые переговоры в минском формате в Америке уже назвали шансом для России. Об этом заявила представитель Госдепаша Дженнифер Псаки. Она уверена, что встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе станет возможностью для Москвы и боевиков, так называемых ЛНР и ДНР, подтвердить соблюдение договоренностей. При этом она подчеркнула, что речь идет не о новых, а о выполнении уже достигнутых в Минске соглашения прекращения огня, которые Россия и боевики до сих пор не выполнили. Минские соглашения являются основой для дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Это подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, сейчас Евросоюз и Германия, в частности, работают над поиском решения украинского кризиса. Главным, по мнению немецкого политика, является мирное урегулирование конфликта. Меркель заверила, что все страны-члены ЕС пытаются способствовать воплощению минских договоренностей, которые Россия игнорирует. Она отметила, что то, что Кремль нарушил территориальную целостность Украины, не тайна. Канцлер подчеркнула, что в случае, если Россия не будет способствовать миру в Украине, ее положение останется неизменным. Четвертая волна мобилизации необходима для того, чтобы подготовить резервы для армии. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, необходимо готовить резерв военной техники, вооружение личного состава для борьбы с вооруженной агрессией. Глава Минобороны добавил, что предложение рассматривается на уровне руководства страны. И убежден, что подобный резерв необходим для того, чтобы быть готовым к неожиданным действиям противника. Я убежден в том, что нам нужно готовить резервы. Я не говорю, что это должно быть сегодня. Потому что мы должны быть готовы к непредсказуемым действиям, которые могут быть со стороны как Российской Федерации, так и со стороны террористических группировок на востоке Украины. Для того, чтобы мы были к этому готовы, конечно, нам необходимы резервы. ЕС и НАТО инициировали расследование об угрозе полетов российских военных самолетов. Об этом сообщил директор Европейского агентства по воздушной безопасности Патрик Ки. По его словам, для сбора информации будут проведены консультации с гражданскими и военными компетентными структурами. А результаты этого исследования станут известны в марте следующего года. В то же время Минобороны России подчеркивает, что российские ВВС проводят свою тренировочную деятельность в международном воздушном пространстве якобы в полном соответствии с международными нормами. Япония ввела новые санкции против России из-за ее политики в отношении Украины. На заседании японского правительства утвержден список из 26 человек и 14 организаций, связанных в основном с террористическими ДНР и ЛНР. Их средства и имущества в случае обнаружения в Токио будут заморожены. Япония присоединилась практически ко всем пакетам санкций, которые вводили США и ЕС. Напомню ранее, правительство страны приостановило консультации с Москвой о смягчении визового режима. Было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 госчиновникам Федерации. Токио также ограничил операции с ценными бумагами пяти российских банков и закрыл экспорт в Россию оружия и соответствующих технологий. Украина и Канада намерены сотрудничать в сфере безопасности. Соответствующая декларация между оборонными ведомствами двух стран была подписана во время визита в Киев министра обороны Канады Роберта Николсона. Он отметил, что соглашение предусматривает проведение в будущем совместных военных учений развития сотрудничества в области безопасности. Министр также подчеркнул, что Канада тверда в своих намерениях помогать народу Украины. Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, однако сначала необходимы реформы. Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайет. По его мнению, вопрос членства страны в НАТО должен решаться не в Европе, США и тем более не в России. Это прерогатива украинского народа. Пайет уверен, что эффективное сотрудничество с Альянсом, а в дальнейшем иступление в блок, будет зависеть только от того, насколько быстро украинское правительство реализует реформы. Пайет заметил, что и далее Соединенные Штаты сосредоточат свое внимание на проведении реформ в Украине, направленных на искоренение коррупционной практики предыдущей власти. Большая семерка может выделить Украине 4 миллиарда долларов финансовой помощи. Соответствующие консультации стартовали вскоре после того, как официальный Киев обратился за финподдержкой к странам-членам ЕС. Важную роль в этом решении играет Германия, которая главенствует в Большой семерке, следно. Обсуждение вопроса находится на начальной стадии и никакого конкретного решения пока принято не было. Российская валюта продолжает дешеветь. После сегодняшнего открытия московской биржи за доллар дают более 53 рублей, за евро 67 рублей 10 копеек. На минувшей неделе Центробанк России потратил на поддержку рубля почти 3 миллиарда долларов. Эти суммы увеличиваются с каждым днем. Напомню, обвал рубля обусловлен падением цен на нефть. Кроме того, на российской экономике отражаются западные санкции из-за агрессии Федерации в отношении Украины. И пока на этом все еще. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин